добрый день мои дорогие я очень рада что вы зашли на мой канал сегодня я хочу продемонстрировать вам платье для девочки для своей внучки связала это плачка рассчитана на два годика для девочки на два годика вот так она выглядит здесь я сделала орнамент цветочками здесь у меня идет рюшечка я правда еще ее не отпарила но она и так смотрится пока хорошо вот такое платьишко вот с такими рукавчиками вот с такими интересными рукавчиками тоже рюшечка такая расклешена даже не рюшечка как складочек вот такие вот значит вот такие оригинальные цветочки и связала один побольше другой поменьше и внизу тоже идет рюшечка платье расклешенное платьишко тепленькое связано на очень простым рисунком это рисунок декоративная резиночка почему она мне нравится она тянется и создает объемчик и для платьишек которые тепленькие и особенно для девочек очень хорошо я думаю смотрится то что она тянется она не сжимает ничего я люблю расклешенное платье для детей поэтому это плачка расклешенное потом вы его посмотрите в полном объеме во весь рост можно так сказать вот так вот идет спиночка вот таким вот я вижу всегда для маленьких деток ну не знаю почему может быть потом перейду на другую что-то я вижу всегда регланом сверху почему я вижу регланом сверху потому что детки растут в длину они растут очень быстро и трикотажные вещи носятся не один сезон несколько сезонов потому что они как сказать всегда модные этой кофточки и штаники что хочу сказать что в круговую я вязала это платье кроме рукавчиков рукавчики почему-то решила и связать не в круговую я их шила вот такой вот получается шовчик пришить и так почему я решили вижу в круговую и почему я вижу именно сверху почему вижу платье вещи все в круговую сверху потому что круговую вязать проще очень много рисунков для того чтобы вязать в круговую но это удобно шевчики дешевчики когда швы делаешь как-то где-то может быть что-то не но не знаю не люблю я со швами пока по крайней мере я вижу без швов здесь я сделала планочку планку я вязала отделала ее рюшечкой я вязала ее изнаночными петлями это платочная вязка воротничок стоечку я тоже вязала здесь я хотела продумать рюшечки еще вот так вот сделать но не знаю может быть сделаю на воротничке здесь хотела рюшечку вот так вот еще пустить но посмотрю может быть даже и сделаю я думаю красиво потому что платье еще не совсем закончена у меня идеи как из друга изобилие свежу так потом передумаю вижу по-другому пуговички здесь тоже я хочу сделать вот такие вот с ткани потому что у меня есть пуговицы но как-то они детские ног плачку к этому не подходит платье еще хочу рассказать что она тепленькая она рассчитана на теплую погоду вот такое оригинальное платье сейчас я вам расскажу как всегда я на этот возраст набираю 58 петель значит по 10 петель на рукавчики под 2 петелечки на реглан на сам на раздельный и здесь получается у меня по 15 петель и плюс планка у меня еще помимо 58 плюс у меня еще идет планка по 4 петли вот посчитайте как это выйдет и здесь я прибавляла значит у меня есть одно платье где я прибавляла через одну петлю она более там нитки потому что другие и смотрится она как-то ну по-другому там потому что был декоративный ажур а здесь раз простая вязка гладью поэтому я набирала петельки через здесь вот я прибавляла через две петли но она все равно получилось пышные так что еще сказать нитки акриловые толстенькие как вязать эту резиночку я сейчас покажу резинка вяжется легко ну я не знаю на любой любой любая вязка она вяжется очень легко если ты умеешь вязать ниточку надо еще убрать ведь не убрала так что еще а вот я связала еще вот такой чепчик тем же рисунком вот этот рисунок так как я вязала сверху он у меня получился видите как рисунок наоборот потому что этот рисуночек смотрится в принципе вот так видите чешуйки идут снизу а так как я вязала сверху у меня получились чешуйки вот так вот сверху но я думаю разницы никакой нет вот так вот мы смотрится или вот так все равно смотрится очень красиво и здесь тоже резиночка видите она вот так вот тянется но не знаю я люблю когда вещи на ребенка и он и так вот капризная тут еще получается вещи стягивают поэтому пусть будет попросторнее трикотаж он надолго где-то можно довязать если ребенок он жившись не растет к я уже несколько разгарил растет длину до определенного возраста поэтому здесь можно что-то над вязать что-то можно добавить что-то где-то убавить вот такой вот оригинальное платьишко я связала для своей внучки еще раз говорю платье рассчитано где-то на годика два на два с половиной но его можно одевать и на это смотри какие дети смотря какие дети регланчик здесь 15 сантиметров для этого возраста возраста 2 3 лет реглан 15 сантиметров но это как по по нормам так ну что я уже здесь образец связала небольшой чтобы показать вам как вязать вот этот рисунок кто вяжет этот рисунок этот рисунок очень хорош еще знаете чем он хорош на отделку вот видите допустим вы вяжете какую-то простым рисунком кофточку или еще что то и вот это вот резиночка так как она резинка ей можно делать а девочку получается декоративная отделка изделия если планочку можно связать видите и шапочку можно связать и шарфик можно связать но вообще резинка это такая вещь и можно вязать все вяжется она таким образом значит на спицу набираем столько петель чтобы у нас бы было было количество петель на резиночку один к одному один к одному это резинка 1 лицевая петля 1 изнаночная вот мы набираем одну лицевую петлю 1 изнаночную как вязать для начинающих лицевая изнаночная все наверное уже знают вот мы вяжем лицевая изнаночная лицевая изнаночная это у нас первый ряд лицевая изнаночная петля 1 ряда получается на изнаночной стороне лицевую изнаночную петлю первого ряда мы вяжем на изнаночной стороне рисунок у нас будет на втором ряду так связали лицевая изнаночная значит смотрим дальше у нас получилось значит лицевая изнаночная лицевая нам нужно вот эти вот три петли лицевая изнаночная лицевая провязать по рисунку лицевая изнаночная петля и лицевая теперь мы ниточку набрасываем на спицу и вот эти петельки мы с одной спицы снимаем не провязывая на другую и вот эту вот ниточку мы вот так перебрасываем за все эти три петелечки не затягивая вот таким образом и потом обратно снимаем на правую спицу вот у нас должно что получится следующая петля у нас идет изнаночная теперь мы опять вяжем лицевая изнаночная лицевая петельку петельки снимаем на левую спицу перебрасываем ниточку перебрасываем не провязывая уже петельки и провязываем изнаночную петлю вот эти вот ниточку вот эту которую мы набросили вы ее сильно не затягиваете иначе петли будут затянуты про и слабо тоже не делайте делайте вот по рисуночку посмотрите сами чтобы они не были стянуты видите она теперь обратно лицевая изнаночная лицевая ниточка на спицы петли перебрасываются ниточка набрасывается и снимается на правую спицу не провязывая изнаночная петля и вот так вот мы вяжем весь рисунок видите у нас просто идет лицевая изнаночная но из-за того что мы перекинули вот эту вот ниточку они у нас получились петельки все провязанные но вместе у нас получается рисунок как будто соты видите как будто соты вот такой оригинальный как будто сотами тянется что так он смотрится красиво что так как будто соты так следующий ряд это получается у нас изнаночный ряд изнаночный ряд по рисунку все петли вяжутся изнаночными лицевыми по рисунку значит изнаночные петли изнаночными лицевые петли лицевыми как резинка один к одному здесь не спутаете потому что это все видно все эти петельки они видны вот таким образом вяжется третий ряд так связали теперь мы вяжем заключительный четвертый ряд что нам нужно сделать нам нужно чтобы получились петли в шахматном порядке значит что мы делаем здесь видите у меня получилось не шахматно даем до пола теперь мы шахматном порядке мы теперь вот эту вот петлю лицевую изнаночную снимаем а вот эти три петли мы провязываем как вязали во втором ряду лицевая изнаночная лицевая петли снимаем и на правую спицу и вот так вот шахматном порядке мы провязываем этот рисуночек видите сложного ничего нет вы потом руку набьете вообще будет легко сложного ничего нет вот таким образом мы провязали вот эту резиночку эти петельки которые не входят в рисунок ничего страшного они потом войдут другую в смысле в другой ряд они войдут вот таким образом у нас получается вот такая резиночка тут опять у нас получается по рисунку лицевая изнаночная лицевая изнаночная вот так вот мы вяжем так что я еще хотела сказать насчет трюшечки вот этой вот рюшка вяжется тоже очень интересно значит рюшки вяжутся все по-разному здесь я просто хотела сделать на как расширение не такой вот прям вот такую рюшку как рюшку а просто чтобы она была как валан значит что мы и что я сделал я из одной петли вывязала можно вывязать 3 через одну из одной петли вывязывается 3 петли лицевая накид лицевая через одну петлю лицевая накид лицевая я так вязал можно вязать например если вы не хотите или вы хотите наоборот сильно пышно или не пышно если не пышно то значит вы вяжете например лицевая накид лицевая и 2 петли лицевых через две петли если например вы хотите пышную вы вяжете 5 петель лицевая накид лицевая накид лицевая и потом можете или через одну чтобы она была попышнее или через 2 чтобы она была не такая пышная и получается вот такой вот валанчик можно сказать на расширение значит здесь вот у меня тоже самое также связано видите вот он идет на расширение вот таким образом можно связать ажурный валан ну я так здесь ажура нет поэтому связала так и чтобы края было интересно я сделала значит воздушными петельками провязала краю чтобы он казался поинтереснее и валанчик вот этот не закручивался значит я провязала 3 воздушные петли в каждую или можно 3 воздушные петли или 5 воздушных петель через через 2 или 3 воздушные петли через одну и вот получился такая змейка и и вязать тоже очень легко это уже связано у меня крючком можно связать спицами можно как закрываешь так в ажурному каким-нибудь в общем я пока как я связала так его показала там очень много вариантов как это все сделать и крючком и не крючком я вам покажу в следующем видео интересную шапочку челму для девочки связанную крючком вообще оригинальная вещь мне она очень понравилась вяжется тоже просто и легко смотрите мой канал подписывайтесь на мой канал ставьте лайки я не гонюсь за особо за база как сказать за количеством я мне просто интересно это поэтому я вижу показываю всем но мне будет приятно если вы будете смотреть подписываться ставить лайки так вот что еще показать а еще у меня будет видео как вязать вот крючочком вот такие вот интересные цветочки ромашки очень интересное вязать их тоже несложно так что заходите на мой канал подписывайтесь я буду очень рада я думаю что рисунок вам понравился с изнанки он смотрится вот так платьишко я думаю что мои вам тоже понравилось можно связать воротничок но я вам показываю то что связала я потому что фантазии безграничны если я свяжу еще какой-нибудь оригинальное платье я люблю вязать я вижу для себя я вижу не для продажи я уже говорила об этом вот такой вот платьишко для девочки я связала спасибо что вы меня смотрели большое спасибо что вы зашли ко мне на канал до новой встречи буду ждать и вывод ведь как интересно натурится и вы пожалуйста смотрите мои видео ставьте лайки мне очень интересно общаться с вами когда вы пишете мне комментарии мой канал посвящен не только вязание мой канал посвящен я показываю я дальше буду показывать себя буду показывать свою жизнь просто сейчас мы сидим на карантине особо показывать ничего сами знаете что творится во всем мире поэтому вот мы сидим вяжем занимаемся детьми ездим на дачу на даче у нас тоже очень интересно потому что у нас там стоит 100 летний дом старый который построили 100 лет назад там у нас баня по черному пока стоит мы ее не убираем ну и конечно современные беседки современные качели в общем у нас там старина вместе с новизной с новыми поколениями до новой встречи пока пока я вас люблю